Зачем нам надо знать, что такое гермофродитизм? Потому что у нас в стране и во всем мире страшная трагедия. Возвращается гермофродитизм во всем его великолепии и, к сожалению, не настоящий. Настоящий не может вернуться. Это всего лишь маленький процент от общего количества людей. А ложный гермофродитизм погубит страну и весь мир. Я про это сейчас расскажу. Я хочу, чтобы вы знали из всего истории. Итак, то, что Б справа. Вот, ложный гермофродитизм – это всего лишь увеличенные размеры клитора и не более того. Но еще более ложный гермофродитизм – это то, что сегодня называется радугой. То, что называется сегодня тем самым… Слова-то таки переворачиваются. И даже говорить эти слова язык не повернется. Я буду к этому подходить постепенно. И вы поймете, почему. Итак, истерия гермофродитизма. Представляете, что творится в половых органах человека, который даже имеет наружные мужские половые органы, но большинство считает, что это все-таки женщина. А на самом деле нечто среднее. Ну, гибридом назвать нельзя. Смотрите, как здесь написано. Наружные полуорганы… Это очень важно знать. Пусть не всем. Наружные полуорганы соответствуют мужским половым органам. Наружные, видели? Не вполне развитые. И, внимание, слитые яички, и яичники находятся. Заметьте, яички – это мужчины, яичники, женщины. Находятся в тазу. И то, и то. Внутренние половые органы в составе яичек, яичников матки. Поняли? Вот это вот и есть то, что потом определяет жизнь человека, поведение человека. И давайте мы к этому сейчас вернемся. Я вам предлагаю великое открытие о том, что мы все бывшие, не мы, наши предки гермофродиты. Итак, название гермофродиты, наши предки. Или возврат в прошлое, благодаря комфорту и гибель белой расы, как самой цивилизованной. Один раз я уже про это рассказал, но реакции никакой не было. Хотя это действительно абсолютно научное, великое открытие. Вот еще раз говорю, наверное, измеренно кто-то знает, догадывается, но почему не лезет в драку? Ведь от этого зависит, от того осознания зависит наше будущее. Но, тем не менее, в таком виде, как я, преподнесу. Возможно, я первый на планете. Итак, гаматрилы. Это мой текст. Неандертальцы, гермофродиты, хомо, гендерная революция, голубые мальчики и неспособность плодить здоровое потопство. Вот ради чего я это все затеял. История повторяется циклично. Мы это уже проходили. Смотрите фото в конце. Итак, внимание, друзья. Вот это и есть самое страшное. Это рекламная фотография. Вот. Искусственная брюшина. Яички мальчиков, которые должны быть снаружи, должны иметь свою особую температуру. охлаждённое и способствовать развитию именно мальчика, развитию мужских гормонов, а значит, это сила, ловкость, здоровье и интеллект. Вот у этого мальчика ничего этого не будет. Вероятность того, что этот мальчик станет очень высоким голубым, но если он, у него потомство, папа, дед, сильные мужчины были, он просто станет слабым мужчиной. Ещё 2-3 поколения, всё равно гей, всё равно голубые. Вот. И, как я наверху написал, гибель белой цивилизации. Именно белой. Вот. Так всегда бывало. Идём дальше. Вот. Вот это вот то самое. То самое, то самое. Это современные гермафродиты. Вот. И вот смотрите, к чему приводят памперсы. Есть люди, которые памперсы не снимали никогда. Это очень удобно. Бывало люди, которые не могут остановить, ну, допустим, выделение мочи и кала до самой смерти. Вот. Но они вынуждены ходить в памперсах. Чему это приводит? Именно на примере вот таких людей можно легко догадаться, какое будущее ждёт нашу страну. Сейчас проверю, идёт и запись. Вроде бы идёт. Потом проходит время, вот видели. Прекращается развитие. Видели? Вот. И самое страшное, что... Вот это парад геев и лезвиянок. Самое страшное, что их, по крайней процентам, отношения растут. Когда-то назывались цифры. Два-три процента. Истинных геев. А это неизбежно. Вот вспомните, Мирку показывал. Если там есть мужские, жуткие эти самые признаки. Ну, так оно и есть. Он в таком родился. И не надо ли пальцем показывать. Пусть себе живёт. Другое дело, что вот эта вся толпа, это ложные. Это значит, что их поставили в страшные условия, когда развивались не мужские, а половые органы. И даже не женские. Это все половые уроды. Это страшная вещь. Для кого-то сношение между двумя мужиками – это норма. А для кого-то это тошнота горлом. Хотя, ещё раз говорю, геи пусть будут истинные. Их немного, два-три процента. Но это вам не два-три процента. Америка и Европа первыми одели памперсы. И до сих пор не осознали, что памперсы, если бы на них не одевали памперсы, что-то толпы бы сейчас не было. Но так было бы в 10 раз или в 100 меньше. А мне нужно вам показать истину. Вот, пожалуйста. Это когда не развиваются мужские половые органы. Посмотрели? Ну, возвращаемся в историю. Древний Рим. Штаны тогда не носили. Плавки узкие не носили. Яички спокойно болтались. И это означало, что максимальная физическая сила. Вот, и эти люди покорили весь мир. Вот. А теперь давайте смотреть, что такое Древняя Греция. В то время очень высокий процент был гермафродитов, о чём сейчас никто не знает и не проходит. Чтобы это узнать, это легко. По сути, всем взятые образцы искусства. Сплошь. Сплошь. Сплошь гермафродиты. И они были частью общества. И это было нормально. Почему? Они были, естественно, они такими родились. Не вот эти вот. Не вот эти вот. Вот эти. Вот. Этих делали искусственно. Перегрев яички в течение многих-многих лет. Поняли? Всего-то вся причина отказаться от памперсов, вернуться к этим грязным пелёнкам. Тем более, эстральная машина. И вот теперь посмотрите, как это было не так долго. Это же не я эти подборки делал. Не я. Смотрите внимательно. Сюда смотрите. А потом ещё больше. А, потом ещё покажу. Пять-десять таких вот. И везде гермафродиты. Они были частью общества. Наверное, как я догадываюсь, именно благодаря церкви их стало меньше, потому что, ну, сами понимаете, было, что детей просто убивали, считая их уродами. Наверное, это сильно снизило их количество, хотя они сейчас могли бы быть истинные. Да пускай, да пускай, да пускай, да пускай, да пускай, да пускай, как хотят, за них изражение трахаются. Их бы только не было вот этого, вот этого, то что уничтожит нашу страну. Понимаете? Помните, как эти самые наши тогда знаменитые, как их там, девочки вот эти, которые нас не догонят, заставляли мальчиков целоваться. Когда я видел на сцене, как мальчики целуются, мне блевать хотелось, даже не сошнило, а блевать хотелось. Ольга Бузова, ребята, выбирает ребят. Это становится государственной религией. Почему? Раз не запретили, значит можно. По сюжету нового клипа Бузова роковая красавица, которую не замечают мужчины. По словам звезды, она пыталась затронуть злободневную тему и напомнила мужчинам все, что женщины хотят внимания, взглядов и танцев. Дальше я подобрал вот эту фотографию и написал. Вот, поглядели снимать, да? Они все разные, здесь худые, а в центре не очень худые. И вот я написал. Ах, какая женщина. Вроде любая. Да? Блондинки. Или как еще можно сказать? Инкубаторский вопрос. Нет, все разные, но мужикам из них подходит только одна. Для продолжения рода. Поняли, да? Вот. В данном случае, так что в центре. А эти, больных детей родят, можете не сомневаться. Сами себя казнили. Пытали. Освенцем устраивали. И детей такие же будут. Угадайте, который из вас родит здоровых детей. Ну, я вам рассказал. Наверное, средние. Немного истории. Пробывались. Ах, какой мужчина. По-научному предок пятикантропа неандертальца и хома. По-научному. Шутку называю пятикантропа Петя Контропов. Ну, а что, Петя, он есть Петя. Вот. Похож. Ну-ка. Потомок Петя Контропова. Хома стероидная. Хома стероидная. Это я так назвал. От слова стероиды. Поняли? Причем, вот эта вот груда мышц совершенно не означает, что там между ног у него все в порядке. И это сильный мужчина. Вот ему доверить, родить вам детей, женщины, нельзя. Больные сто процентов будут. Вот. Это ради рекламы, ради денег. Приходится калечить себя. Это калека. Хома стероидная. Идем дальше. Я сейчас подвожу вас самому главному. Даже не поверите. Вот это вот барельеф. Видели? Мужчину с половыми органами, женщины. Видели? Вот. Это было, это барельефа где-то две тысячи лет. Это было бы, раньше таких было больше. Вот. А сейчас под одеждой же, мы сейчас одежду носим. Много всего под одеждой, чего мы и не догадываемся. Никто же себя не выпячивает. Предки мужчин и женщин. Хома гермафродиты. По железному. Сами, внимание, подходим. Сами себя оплодотворяли. И давали потомству бесплатных партнеров. Вот что было. И это касалось не только нас, людей. Это касалось животных всех. Сейчас гермафродитизм. Редкость. Потому. Почему? Потому что всегда и всюду у любого существа гермафродитизм должен был привести до полости. Потому что это развитие гермафродитизма. И то, что сейчас мы к нему возвращаемся, это деградация. Вот. Скоро заговорим по-китайски, кстати. Вот уж там, да, в 6 утра весь китай на зарядке. А у нас выгляни на улице не одного, уже много лет. И так, сами себя оплодотворяли и давали потомству бесплатных партнеров. Ну, вот это характерный. Лариса, слева мальчик, справа девочка. А? Отличите, нет? Я, нет. Если бы не надпись, вот эта, я бы ни за все не догонался, где мальчик, где девочка. Или наоборот бы перепутал бы их. А вот эта знаменитая скульптура. Что здесь написано? Вот. Да вы и так понимаете. Сладите внимательно. Девочки. А? Девочка. Да, выше пояса, а ниже пояса. Вот. И это было нормально. Видите, у них крылья. Это ангелы. Ангелы, они вроде бесполые, на самом деле у них даже слишком много половых органов. И внутри яички есть, получается, яичники. Повторяю, яички, яичники. Вот они такие были. Это делали, наверное, как раз. Это не взяли девочек, а потом прорисовали половые члены. Нет. Они такие были. Внимание. Вдвоём не так скучно было. Начались опыты этой железы по взаимному обмену хромосомами. Потом, чтобы получалось и более слабым, и более сильным, как повезёт. То есть, догадались ли, обмен хромосомами начался. Почему были соответствующие мужские органы и женские? Я вам показывал схему. Разделение на два пола. Сохранение в генах возможной однополности при гибели партнёра. Сохранение возможной однополности. Но разделение на два пола произошло. Вот оно. Видели? А дальше больше. Разделение обязанностей. Охота и вынашивание плода. Это окончательное разделение полов на мужчину и женщину. Вы понимаете? Вот посмотрите. Я пытаюсь об себя процитировать. Представим себе, что мужчина ни разу не брился. А женщина ни разу не брилась. Она, а не сейчас, не бреется. Вот она, борода до пояса. Вот она, очень похожая на предков, которые якобы у нас. А женщина, она вот такая. Почему? Наверное, в миллионы лет им не понадобились в относительном комфорте. У них волосы были уже избыточные. По крайней мере на лице. И постепенно, поколение за поколением, лица очистялись с ростами. Вот это и получилось. А до этого что было? А до этого все были с бородами. Вот так вот. И вот она, секрет, который, в общем-то, и не секрет. Теперь-то всё понятно, нет? Дальше больше. Вот. Теперь кто защищает? А кто теперь должен, это, слабый, но зато со своими функциями? Вот как она выглядит. Вот теперь это да. И теперь мужчина, вот этот, перестаёт быть мужчиной. Я потом отдельно расскажу кучу примеров, когда мужчина стал тряпкой, с сопляками этими, как их назвать-то, дегенератами, которые не только дихо женщин защищают, живут за счёт женщин, бьют женщин, убегают при любой опасности, оставляя женщин и детей в опасности. Вот что случилось. Это не вот этот парень, у которого мышцы и это, и полно мужских гормонов, а тех, которых вырастили. Паперсах, вся жизнь в тесных плавках, образ жизни в тепле, никакого сопротивления к холоду, морозу, физические усилия нет, и получается, даже не женщина, потому что у мужчины мужские гормоны, у них мужские гормоны становятся меньше, а женские, откуда у них возьмутся. В лучшем случае, это те самые балеруны, вот, то есть танцоры, вот есть такая прослойка, талантливая, всё. Но это благодаря, потому что у них подбор гормонов разный. И не москей, не женский, а такой своеобразный суп. Идём дальше. Появление психогенетических различий по видам деятельности. Вожди-воины, вот, это самое главное, что даёт возможность из этих скотского состояния вывести в эти устойчивые, 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 как их назвать-то, господи, устойчивые сообщества. Второе, жрецы, учёные, интеллигенция. То есть, значит, были жрецы, потом учёные и интеллигенция, когда их стало много. Третье, работники, пахари, мастеровые. Четвёртое, рабы. Вот. И вот это очень важный момент. Вот видите, вот оно, общество, всё-таки не первобытное. Вот он, каменный топор. Видели? К сожалению, разделение общества на классы, вот они, классы, приводило к полной изоляции и ослаблению верхних слоёв. Затем войны, революции. На смену природным вождям к власти приходили рабы с подлой арабской психологией. Ну, поняли, что такое 21 век? Поняли, да? Сразу аналогия. Современная хома. Я, это знакомая морда, это кто-то из артистов. Вот. Он, я не виноват, это он себя выставил в таком виде. Видели? С кружкой пива, гамбургер, чизбургер или как он там. Вот. Вот это современный. Ну, вряд ли он половой гигант и вряд ли это самое, его дети будут после этого, когда он с юности заливает себе пивом, вряд ли у него будут здоровые дети, о чём он может уже не догадываться. А вот это вот подиум. Вот это вот нам навязали. Выбирайте этот, а вот этот ещё страшнее, потому что от него здорового детей не ждите. И я пишу, внимание, происходит возурат, катополость, от гербов, родители, Европа, погибнет первая. Причина расцвет демократии. Это я уже выводы какие-то делал. навязчивая мальчик, навязанная мальчиком комфортная девичья физическое воспитание. А значит невозможность вырастить настоящих мужчин. Это возможно только при жёстком авторитарном режиме. Я не о политике, а о здравом смысле. Поняли? Вспомните эти парады федератов. Пример системы из моего детства. В школе всех нас учеников выстраивали колонны, почти выпихали в рот ложку с противным рыбим жиром. И все свободные часы только на улице с играми. Сегодня сама почти суточная поза, вызывающая перегрев яичек у мальчиков. Компьютер, телефон, уроки, школа, сон в исподнем, тесное белье круглые сутки, медленная деградация, потенциально сильных слабая, а слабая болезненная голубая. Вот такой вывод. Я взял специально еще одну красивую фотографию с красивыми девочками и написал горькую правду. Девочки, как вы не приукрашиваете себя, не рожать вам уже здоровых детей. Ни от кого. Даже от спортсменов. Вот. Но я не про этих девочек. Я, наверное, неправильно подобрал. Это девочки, скорее всего, китаянки, японки. Там еще понятие здорового жизни есть. Вот. А не дай вам бог за русского. Надо ли всем взрослым и детям или только вид признать, что? О, это будет следующая тема. Дарвин, это и в целом частное проявление только лишь изменчивости видов, но не появление. Так, это будет еще один урок, совсем другой. Ну, что, к чему мы придем? Вот этот ужас, это искусственный гермофронитизм, ложный, специально, как будто специально решили уничтожить белую расу. Белая раса. Наша девочка, нашу спрашивает эту. Сейчас подберу другую какую-нибудь картинку. Это еще не все, там еще много о чем. Еще много о чем. Итак, белая раса спрашивает нашу, которая живет в Англии. Ну, как там в Англии. Какие люди? А такие. Женщины некрасивые, мужчины красавцы, но сплошь геи. Нет, значит, они не могут рождать потомство. Вы понимаете, что их количество растет, геометрическая прогрессия. Вот 2-3 процента, которые были еще лет 100 назад, когда ходили в то, что называется семейных трусах, когда дети не имели памперсов, когда все-таки игры, детские игры, это на улице, а не за компьютером. Вот на этом остановиться. И еще обращаясь сильным, мира сего, вы тоже выросли памперсов. памперсов. Я имею ввиду руководителей высокого уровня, но те, как по принципу помните, было, давайте стариков заменим на молодежь, страна двинется, и совершили ошибку. Куда двинется страна, если это поколение мальчика родилось, выросло памперсов, вот, и они уже не способны даже понять, о чем я сейчас говорю. Они не способны даже понять, а если им даже вот это скажи в виде лекции, что перегрев вичек, это страшная вещь, это смерть нашей цивилизации, вот, надо срочно от этого избавляться, как это другое, ну, ничего, хитрого нет, сто лет назад памперсов не было, вот, ничего, никто не умер, но сейчас это поколение руководителей не может это осознать, понять, а если им скажешь, они даже глубину трагедии осознать не могут, это просто люди, вот ему живет себе и живет, его лично не коснется, то, что на улице бьют женщину, а мужчины все проходят мимо, вот, сейчас я еще может немножко раскрою эту тему, это будет следующая серия, пока, чтобы вам не скучно было, устали, остановимся, итак, вот она страшная вещь, еще раз, я делаю меня эти, где, вам хрунг, это человек, который всю жизнь прожил папицах, но даже поколение, несколько лет, кто прожил папицах, и это уже страшно, вот это немедленно, так, а как объявить об этом, да, потеряется, реклама дикая, реклама страшная, вот этих подгузников и прочих, вот, и образ жизни, если не отнять телефоны, тоже это усугубляет, даже если он будет просто ходить в трусах, даже не в тесных, все равно сидячий образ жизни, все равно яички зажаты, они должны, так как у животного, это понятно, животное на четырех лапах, у него болтается свобода, став на передние, на задние лапы, став, сделав их вертикальными, уже частично получается переграфиетик, об этом надо знать, помнить, спортзал, бесконечные прогулки, свободная одежда, повторяюсь, все еще, сон, только в этом самом, только, это сейчас же не те времена, когда обязательно сподние надо было, когда редко мылись, условия сейчас, пожалуйста, горячая ванна, каждый день мыться, подмываться, можно спать в постели без трусов, мальчиков, я пока только про мальчиков, вот, ходить в свободной одежде, и, возможность дома ходить в трусах, вот, нет никого дома, лучше бы голым ходить, часами ходить, если позволяет температура тела, температура помещения, значит, надо ходить вообще голым, это тоже способствует у мальчиков развитию мужественности, а у взрослых сохранению, вот, ведь большинство мужчин, это горе женщин, не способные даже, как следует, удовлетворить женщину, именно из-за этого, это целое горе, это целое горе, это измены, это слёзы, это до конца до конца, это женские болезни, и если мужчина не способен регулярно любить женщину, у неё развиваются те болезни, вплоть до раковых, а это, можно об этом молчать, нет, разве можно об этом молчать, что это всё трагедия всего народа, я стараюсь не выглядывать за пределы России, вот, мы, если догнали развитые страны, это только в памперсах, вот, и теряем ум, теряем мозги, вот, что страшно, ходите дома голыми, спите без тресов, мужчины, мальчики, умоляю вас, вот, одевайтесь, идёте на улицу, одевайтесь спокойно, там, эти самые, в чём сейчас ходят, сейчас даже не, сейчас очень неудобно, я по себе знаю, неудобно ходить брюков с ремнём, ремень, это опасная вещь, это физиология, у вас потом, когда вылезут эти паховые грыжи, это из-за ремня, старайтесь, чтобы хотя бы это смягчить, это всё, пусть будет всё-таки резинка, но резинка широкая, пусть будет, это, там, под этими, под вашими, уже брюками, такими уже символическими, то есть, это уже не брюки, и не трикот, что-то, что-то среднее, вот, и пусть под ними не будет трусов, умоляю, вы сами увидите, и сами поймёте, что даже те, кто уже от этого отказался, кто яички свои греет, греет сутками, а потом годами, откажитесь от этого, сделайте то, что я сказал, и вы поймёте, что вы изменили, здоровье прибавилось, ведь он не такими таблетками, а вот этим можно вернуть здоровье, всё, эта серия заканчивается, ещё хорошо бы, всё, что я сказал бы, в виде статьи, но кто её напечатает, где её напечатают, никому ни хрена не надо, да и тому, что я работаю до Продолжение следует... advised...